Книга досталась моей бабушке от её друга. Друг её был священник. На пожелтевших страницах следы расплывшегося воска и пометки, датированные концом XIX века. Этой Библии больше 180 лет. Определить её возраст удалось, прочитав текст. Страница с датой издания потерялась. Буквы хорошо различимы, хотя книгу не пощадило время. Алине Михайловне Библия досталась от бабушки. Времена были в то время тяжёлые в смысле религиозных верований. Церкви закрывались. Я знаю, что бабушка рассказывала, что этого священника убили. Вот такой ценой эти книги попали в нашу семью. В домашней библиотеке Алины Михайловны ещё одно уникальное издание – «Наставление в законе Божьем», датированное 1917 годом. Это учебное пособие для будущих священнослужителей. Владелица говорит, эти книги дороги её сердцу. Можно только догадываться, какие тайны хранят выцвесшие строки. Трудно представить себе масштаб ценности вот таких вещей, сколько глаз, сколько рук их держали. Мария Степановна проработала в этой библиотеке почти 40 лет. Сегодня она принесла сюда особую книгу. Это книга 1901 года, псалтырь «Ветхий завет». Это история, которую можно потрогать, говорит Мария Степановна. Редкое издание досталось ей от бабушки. Когда она умерла, я взяла икону её, Иисуса Христа Николаю Годничку, и её был покровитель. И вот эту книгу забрала с собой. Больше ничего. Потому что мы с мужем ездили, военнослужащие. Вот эта книга до сих пор у меня. Несколько веков назад практически не было художественной литературы. Большинство книг носили религиозный характер. Любовь Николаевна принесла в родную библиотеку жизнь, изречение, мысли и ежедневную молитву Ира монаха Парфения. Издание 1898 года. Эта книга мне попалась, досталась от моей тётушки. Она была тоже такая сильнонабожная, богомольная, ездила везде по святым местам. Вот и бывший в Киевской Печерской лавре, у неё там духовник был, она часто туда паломничество совершала. Она всегда говорила, что она старалась молиться к Елейно, как этот святой. Представьте, он Богородицу читал 300 раз в день. Наши читатели нам приносят и журналы, и книги, с которыми они не могут расстаться. Но эти книги могут находиться какое-то время в нашей библиотеке. И любой читатель абсолютно, это очень важно, может зайти, посмотреть их и полистать. Домой мы выдаём литературу отсканированную. Читальный зал библиотеки словно музей. Здесь не только старинные книги, но и удивительные предметы. Немецкая печатная машинка начала 40-х годов прошлого века. Чернильница, керосиновые лампы, прялка и многое другое. Каждая книга и вещь хранит свой секрет, свою историю. Марина Иванова, Анатолий Паньков, Севинформбюро.